Добрый день! Начинаем нашу секцию, которая называется «Фабрика искусственного интеллекта». Меня зовут Станислав Ашманов, я буду модератором в этой секции. В целом, сперва кратко объясню, о чем будет разговор, потом представлю коллег и, собственно, перейдем к секции, потому что времени у нас не так много. По сути, здесь будет идти речь о той части Data Science, которая, собственно, не связана никак ни с конкретными алгоритмами, ни с нейронными сетями, ни с сбором, разметкой данных. Будет речь идти об инфраструктуре, о том, как обеспечить непрерывность поступления результатов от команды нейросетевиков или специалистов по ML в продакшн. То есть это такой интересный рассказ от каждого из спикеров о том, как ML попадает в прод и как обеспечивается, чтобы это было гладко. У нас спикеры – это Юрий Карев, начальник управления процессов и стандартов моделирования и машинного обучения ВТБ. С первым докладом будет. Затем будет Максим Карпенко, представляет Mail.ru групп, руководитель группы дескриптивной аналитики. Затем Евгений Лопаткин, дата-инженер Теледва. Артем Трофимов, представляет Яндекс.Дата.Сфера, руководитель команды разработки. И затем Андрей Бедин, управляющий директор в управлении перспективных алгоритмов машинного обучения ВТБ. То есть обратите внимание, спикеры из очень интересных компаний постоянно взаимодействуют с очень большими нагрузками и с большими потоками данных. Поэтому я думаю, что всем слушателям, как и мне, будет интересно. Передаю слово Юрию Кареву. У него доклад про ML Ops и фабрику моделей. Да, Стас, спасибо. Сейчас за подачу такую. Немножечко скажу о том, что сейчас пойдет речь о нагрузках в части количества задач и организации команды. Да, пока Юрий готовится. Напоминаю, что все вопросы можно задавать на сайте datafusion.ru live. Все вопросы поступят к нам. Я их озвучу в конце доклада. И у нас будет пять минут на то, чтобы ответить на все вопросы. Так, ну давайте начнем. Любая цифровизация в крупной организации, она, понятное дело, что все внедряют цифровые технологии, все автоматизируют процессы. И IT, в общем, является мотором всех этих процессов, генерит большие объемы данных. И первым шагом, конечно, все организации стремятся их собрать, описать и сделать. Ну, чем лучше, чем точнее они и качественнее приблизиться к цифровому двойнику, тем качественнее они могут управлять своими процессами. На втором этапе при появлении большого количества описанных данных возникает использование больших данных и моделирование, создание системы искусственного интеллекта. И эти процессы идут точечно изначально, да, то есть компании пробуют, как-то зреют до этого и какое-то доверие нарабатывают, создают маленькие команды исследовательские по data science. Но в какой-то момент, когда организация созревает, достигает определенной степени зрелости и бизнес начинает этому доверять, у нас возникает такой скачок, лавинообразный скачок задач по количеству, да, с тем, что оказывается, что искусственный интеллект и модели, их можно использовать практически в любой сфере деятельности предприятия, в любом бизнес-процессе. Но с учетом того, что каждый из них решает определенную узкоспециализированную задачу, точечную, да, то они начинают пронизывать все бизнес-процессы, их возникает огромное-огромное количество. И тут мы приходим к вопросу, а как бы нам сделать этот сервис более эффективным, более понятным? Тут возникает идея, которую мы в последнее время называем ML Ops. По поводу запроса бизнеса к искусственному интеллекту, ну, за последние два года прогресс выглядел следующим образом. В январе 2019 года рынок в части использования, зрелости компании уже с точки зрения использования искусственного интеллекта и моделирования, там были только, грубо говоря, три гиганта и нишевых игрока, то после объявления отдельной национальной программы по искусственному интеллекту топ-менеджеры, конечно, стали этим активно интересоваться. Через год уже 90% утверждали о том, что они знают о технологиях искусственного интеллекта, но дальше пилотов дело у них не шло, никто не знал или не планировал каким-то образом эти бенефиты использовать и попытаться, в общем-то, сделать из этого какую-то прибыль. Большая часть достаточно заявляла о нехватке квалифицированных кадров, но просто их не было и было непонимание, как планировать наращивание этих компетенций. Был идентифицирован так называемый порочный круг бесплатных пилотов, когда какая-то технологическая команда приносила интересные кейсы, показывала бизнесу и говорил, давайте мы пропилотируем. Бизнес-заказчик говорил, да, окей, отлично, но совершенно не понимал о том, что для того, чтобы это внедрить в промышленный процесс, потребуется, ну, во-первых, осознать, где ты это будешь использовать, во-вторых, все-таки потребуются определенные инвестиции. Каким образом мы из этого выходим? Ну, первое, мы, да, понимаем, что все-таки мы решаем бизнес-задачу, да, и первое, о чем мы говорим, что мы коммуницируем с бизнес-заказчиком. Значит, мы смотрим на то, каким образом у нас разрабатываются модели, какой она проходит жизненный цикл во время разработки, тестирования, внедрения, использования в предприятии. Значит, оказалось, что этот жизненный цикл достаточно сильно похож на жизненный цикл программного обеспечения, который уже давным-давно проработан. Все механизмы лавинообразного такого же потока задач просто по автоматизации процесса с помощью IT, они отработаны. Здесь мы тоже видим аналогию, аналогичный цикл. Вначале мы идем, видим постановку задачи, которую с бизнесом дата-сайентисты и ML-бизнес-аналитики делают. Дальше идет сбор данных, инженеры данных на них смотрят, делают витрины, дата-сайентисты разрабатывают модели, этот цикл повторяется, пока это не устроит заказчика и не пойдет в применение, не внедрится в бизнес-процесс, он начнет применяться, мониториться и обновляться в зависимости от потребностей. Значит, отсюда возникает идея использовать DevOps-наработки и адаптировать их для того, чтобы более эффективно и быстро внедрять модели. Немножечко остановимся на том, в чем тут принципиальная разница, в чем будет нужна адаптация. Значит, разница между программированием и машинным обучением, грубо говоря, в том, что при программировании мы на вход в машине подаем алгоритм и данные. Машина рассчитывает нам результат. Алгоритм разрабатывает программист, ПТЗ и так далее. Машинам обучения немножко все происходит наоборот. Мы подаем машине на вход данные и ожидаемый результат, то есть размеченный датасет. Ну, если говорить об обучении с учителем, сейчас неважно, и машина нам под присмотром датасинтиста с помощью методов ML выдает алгоритм, ту программу, которую нам нужно внедрить. Классический путь внедрения у нас получается создание системы искусственного интеллекта, получается у нас такой, состоящий из больших двух этапов. Вначале происходит машинное обучение, как мы показали, датасинтист разрабатывает модель, описывает ее в виде отчета разработки какого-то определенного бумажного документа и отдает программисту, который с нуля разрабатывает ее как промышленное решение и деплоит в пром. Эти два этапа, ну, во-первых, получается так, что второй этап у нас начинается как бы с нуля с бумаги, при том, что все-таки машинная обученная модель – это программный модуль. И возникает логичная идея попробовать заменить процесс программирования самим процессом моделирования. То есть сделать модель пригодной для деплоймента в пром, с тем, чтобы исключить этап IT-разработки или его минимизировать, постараться использовать ту самую модель, которую обучил датасинтист, избежать ошибок на стыке при передаче недопонимания или каких-то ошибок в трактовке тех же данных, которые используются при разработке моделей, которые пойдут при деплойменте. И в итоге снизить общие трудозатраты, уменьшить Type-to-Market. В этом ключевая идея. Вторая часть – это попытаться использовать наработанный DevOps-тек с тем, чтобы эти модели деплоить. Но тут у нас возникает… На этой диаграммке мы видим пять компонентов ключевых DevOps по мере зрелости организации в этой части. И сейчас немножечко коснемся того, как они могут быть адаптированы для моделей. Первое. Начинаем, конечно же, с репозитория. И модель контролируется с точки зрения версии. Когда мы разрабатываем новую версию модели, мы должны четко знать, какая модель у нас работает в проме. В банковском бизнесе, в некоторых приложениях это критически важно. Очень важно сохранить витрину, то есть описание того, как она делается, для того, чтобы воспроизвести ее в любой момент, и обучающий датасет. Дальше коснемся развертывания. Помимо модели, в данном случае большой разницы с развертыванием ПО нету. Единственное, у нас возникает необходимость хранить контейнер, потому что разные модели могут требовать разного окружения и разных библиотек. Третий компонент – это модули и скрипты автотестирования. Это нужно для того, чтобы нам автоматически развертывать эти модели, и в идеале, чтобы они ставились как настройка без участия IT. Для этого нам нужна та же витрина, тестовый датасет, нужно определить метрики качества этой модели, что принципиально отличает тестирование моделей от ПО, и скрипты для тестирования. Мониторинги все похожи, да, мониторинг, тоже метрики и скрипты мониторинга, они больше нацелены на то, чтобы в процессе эксплуатации модели обнаружить какие-то, ну, например, деградацию или дрейф датасета, и такие вещи, которые связаны именно с промышленным ее использованием. И самое главное – это создание команды обратной связи на СБО, это создание группы реагирования, которые бы дата-сайентисты, и лобс-инженер, и дата-инженер, которые единой командой бы могла быстро реагировать на изменения и какие-то сбои, которые выявляются в работе моделей. Для этого, конечно, очень важно уметь отличать сбой программного обеспечения и сбоя моделей, и это тоже зависит от качества разработки метрик и скриптов мониторинга. Приведу практический пример того, как организована среда диплоймента. Что важно? В нашем случае мы имеем контур продакшн, в котором разрабатывается модель. Значит, первый вопрос заключается в том, все-таки мы, с одной стороны, ПО разрабатывается в ДЭВе и проходит через тестовую продакшн-среду для того, чтобы задеплоить. Но для разработки моделей нам нужны промышленные данные. Значит, либо мы их каким-то образом синтезируем, да, и обезличиваем, что существенно усложняет вопрос воспроизводимости. Мы решили этот вопрос по-другому. Мы выделили в продакшн специальный препрод-контур, в котором промышленные данные для разработки доступны. Контур разработки моделей находится там, и там сидят дата-сайентисты. После чего модель разработанная, во-первых, она оказывается уже разработанной и синтегрированной с программными модулями в PRODE. И для интеграционного тестирования она обратным ходом ставится в тест, для того, чтобы мы могли убедиться, что интеграции работают корректно. После того, как мы провели тесты на синтетических данных, тут можно проводить тесты как по кейсам, так и по скриптам, мы подтверждаем, что модель корректна, и, в общем-то, больше ничего не делаем. Мы говорим о том, что после релиза программных модулей в PRODE мы можем использовать этот комплекс, потому что модель уже там находится. Вторая часть, которую мы должны интегрировать, самое важное в данном случае в бизнес-процесс и процесс разработки – это, как мы уже сказали, у нас появляется новая компетенция. Вот классическое взаимодействие при автоматизации бизнес-процессов – это бизнес-заказчик и IT. Между ними IT-аналитик ставится, поток задач по разработке ПО, делается команда в agile режиме или waterfall. И вот этот backlog задач, он реализуется. Тут у нас появляется третья компетенция, третий лепесток ромашки и компетенции на стыке. То есть у нас есть Data Scientist, который, как мы уже сказали, умеет обучать модели. У нас есть бизнес-партнер, который общается с бизнес-заказчиком, помогая Data Scientist общаться с бизнес-заказчиком, с тем, чтобы управлять ожиданиями с точки зрения сквозного процесса внедрения. У нас появляются MLOps-инженеры и Data-инженеры, которые занимаются подготовкой данных и обвязкой модели, адаптацией ее при необходимости для того, чтобы она легко и непринужденно деплоилась в промо. Очень важно сделать систему, которая бы, ну, как организационную, так и автоматизирующую процесс, которая бы определяла порядок взаимодействия и порядок передачи работы по этапам между этими ролями. Какие эффекты мы достигаем от такой организации, если коротко? Ну, тут у нас три инструмента. Первый – это конвейер MLOps с автоматизацией. То есть мы управляем, контролируем версии, тестируем, как я уже сказал, структурируем ML-проекты. Производительность рабочей группы может вырасти до 50%. Это оценки, это бенчмарки на общемировых компаниях, которые мы получили от уважаемых консультантов. Процессы, инструменты – это организация команд и организация бэклога с помощью agile, сквозное планирование задач с учетом внедрения, автоматическое внедрение экспериментов и документации по коду. И важная очень вещь – это Т-образная модель компетенций. Коль скоро модель у нас становится deployable кодом, то нам достаточно интересно, чтобы датасиентисты могли повторно использовать код. И тут возникает использование приемов, как код-ревью, структурирование кода, исключение хард-кода, отделение витрин и так далее. То есть это такая культура кодирования, которая в обычном дата-сайенс-проекте может быть и не столь критична. И коротко выводы, которые говорят, что нам позволяет, исходя из чего мы можем строить концепцию MLOPS, тем, чтобы она работала и приносила value. Первое, мы должны всегда помнить, что продуктом, создающим ценность для бизнеса, является не только модель, но и технологическое решение, которое ее применяет в бизнес-процессе, и понимание и зрелость бизнеса, кстати, тоже. А сервисная модель MLOPS, мы внедряем ее не потому, что она нужна, а именно на каком-то этапе роста аппетита к искусственному интеллекту. Ключевые цели, которые мы стараемся решить, это сокращение time-to-market, повышение эффективности команд и масштабируемость бэклога. Сервисная модель определяет, очень важно, ключевые компетенции, которые участвуют в разработке модели, и типовой процесс взаимодействия между ними. Ну, естественно, конечно, нужно не забывать, что инструментарий для моделирования работает на базе, на основе переиспользования все лучшее, что нам дает DevOps в связке с ICD-инфраструктурой, которая адаптирована для внедрения моделей. Спасибо за внимание, готов ответить на возникающие вопросы. Юрий, ну, к нам пока по трансляции не поступило вопросов, но у меня есть вопрос. А вы верите, что от Data Scientist можно добиться качественного кода? Или Data Scientist обязательно нужен товарищ, профессиональный программист, который возьмет и перепишет все, что Data Scientist написал? Такой немного провокационный вопрос. Вопрос отличный. Я верю в то, что в итоге конкуренцию выиграют те, у кого это получится совместить, потому что это дает очень-очень большой бенефит даже для самих Data Scientist, когда они дорабатывают и перерабатывают модели. А наша задача как технологов и процессников дать удобные фреймворки по организации проектов и, в общем-то, рассказать, а зачем это нужно. Если Data Scientist будут делать это осознанно, и это не будет означать, что они 90% времени программируют, если это будет органично вписываться в процесс разработки, то это, в общем-то, даже приятно, когда у тебя код структурирован так, что ты малыми изменениями решаешь аналогичные задачи. Спасибо. Может быть, у нас от спикеров еще есть вопросы? Если нет, тогда у меня еще один вопрос. Вот в той схеме взаимодействия аналитиков, разработчиков и бизнес-заказчиков, где там самое сложное место? Где там вот тот стык компетенций, где сложнее всего найти специалиста и обеспечить бесшовность? Пожалуй, в сторону внедрения сложнее, потому что Data Scientist обычно бизнес-ориент, это очень сильно, и они достаточно сильны в понимании бизнес-процессов. Они часто не хуже, иногда лучше бизнеса понимают и структурируют, установку задачи помогают. И в этом смысле помочь им с точки зрения человека, который бизнес-партнер или ML-бизнес-аналитик, помочь структурировать там проще существенно и сделать этот бэклог сквозным. А в части внедрения, да, конечно, часто бывает, что в высоконагруженных системах приходится очень сильно переписывать код, если это речь идет. Например, Scientist умеет работать на питоне, но не работает на спарке. Это же не вина его, это беда. Это, опять же, вопрос. Кто быстрее правильно сформулирует эту компетенцию, научится ее готовить, так, чтобы это все-таки оставалось Data Science, тот получит огромное конкурентное преимущество, я считаю, в создании искусственного интеллекта. Хорошо, спасибо. Тогда закончим. Следующий спикер у нас – это Артем Трофимов, с рассказом про мифическую воспроизводимость в ML-разработке. Артем представляет, как я говорил, Яндекс.Датасфея. Артем, вам слово. Всем привет. Спасибо за представление. Сегодня мы поговорим про такую важную часть ML-OPS, как воспроизводимость. В последнее время есть мнение, что вообще воспроизводимость задачи решенная, и нужно только правильно скомпоновать парочку библиотек, и, в общем-то, у вас все заработает. Вот сегодня мы постараемся понять, правда ли это так, и вообще, что с этим можно делать. Доклад мой будет состоять из трех частей. В первой части мы поговорим, ну, вообще, что такое воспроизводимость, и почему нам вообще может быть важно про это думать, про то, как повторить результаты. Дальше мы поговорим про то, какие сейчас есть инструменты и подходы к тому, чтобы эту самовоспроизводимость как-то реализовать. И в конце, собственно, будет небольшой вывод про то, решена ли проблема и что делать дальше. Хорошо, давайте начнем издалека. Ну, вообще, Data Science, он как бы не совсем про программирование, потому что это, ну, Data и Science. Это во многом исследовательская задача. В отличие, вот, Юрий отличный пример привел про то, чем отличается Data Science от программирования. Я чуть дополню, что еще есть важное отличие в том, что в Data Science у нас как бы нет этапа проектирования, когда мы садимся, продумываем алгоритм, продумываем какую-то схему и дальше пишем ее реализовывать. Это зачастую итеративный процесс, где важен не только конечный результат, а еще и промежуственные шаги, как мы пришли к этому конечному результату, если мы хотим его как-то повторить, например, в production контуре. И еще одно важное отличие в том, что воспроизводимость зачастую зависит не только от кода, но еще и от данных. Потому что если у нас, допустим, при переходе от экспериментального контура в production контур поменялись данные, то мы можем получить неожиданный результат. Почему вообще повторяемость важна? Ну, разработка ML-решения обычно делится на три больших таких вот шага. Первый шаг — это разработка прототипа, когда там Data Scientist может буквально на своей машине быстренько сделать какую-то модель в Юпитер-ноутбуке. Следующий шаг — это эксперименты, когда уже количество данных для эксперимента растет, может понадобиться на распределенную систему, например, Spark, и мы проводим какие-то масштабные эксперименты для этой модели на большом количестве данных. И заключительный шаг, который затем снова переходит в прототипы для улучшения, это, собственно, эксплуатация сервиса, когда мы внедряем наш сервис в production. Соответственно, почему воспроизводимость важна? Потому что мы хотим уметь повторять результаты при переходе от прототипа к экспериментам и при переходе от экспериментов к сервису. То есть мы на самом деле хотим получить какой-то ожидаемый результат, когда мы получаем некий прототип, какое-то на нем качество, и мы хотим примерно такое же качество сохранить в контуре эксплуатации. Эта проблема не новая. Существует очень много статей, мыслей по поводу того, как это решать. В общем, это не мы придумали, и многие про это думают. И вообще, если копнуть еще чуть глубже, то ML-сообщество вообще-то не первое задумывается о воспроизводимости. Воспроизводимость уже очень давно обсуждается в исследовательском сообществе. Есть вот такая замечательная цитата из статьи аж 1992 года, что статья про вычислительные результаты — это реклама, а не настоящее исследовательское достижение. А что настоящее исследовательское достижение — это полная вычислительная среда, код и данные, которые порождают результат. Еще чуть-чуть возьмем от исследователей данных. Есть еще одна начальная статья, более свежая, где классифицируются типы воспроизводимости. Эти типы мы дальше в нашем докладе рассмотрим. Первый тип — это вычислительная воспроизводимость. Понятно, воспроизводимость по коду, среде, железу и так далее. Эмпирическая воспроизводимость, то есть воспроизводимость по данным и способу их получения. И такой самый сложный тип воспроизводимости — статистическое, когда мы можем воспроизводить параметры, пробовые значения и, самое главное, метрики. Когда мы, условно говоря, при переходе в production, каким-то образом можем убедиться, что мы получим похожие метрики, как на этапе прототипирования. Давайте, чтобы совсем не вдаваться в такие вот абстрактные понятия, привяжем это как-то к примеру. Рассмотрим простой код, где мы берем, получаем данные из базы данных с помощью SQL, после этого эти данные как-то обрабатываем и строим модель. И, соответственно, давайте разберем по типам воспроизводимости, что же имеется в виду. Эмпирическая воспроизводимость, значит, что мы умеем повторить этап загрузки данных для обучения. Вычислительная воспроизводимость, значит, что мы умеем повторить процесс обучения. И статистическая воспроизводимость, что мы умеем повторять значения меток. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, что же предлагается сейчас на, так сказать, рынке open source для того, чтобы нам обеспечивать эти типовые производимости. Давайте здесь я не буду как бы вширь исследовать то, что есть. Я возьму несколько как бы типичных примеров, и мы их разберем. Вот, то есть на самом деле аналогов тому же MLflow существует очень много. Да, и вот первый тип учислительной веспроизводимости есть замечательная тулы MLflow, которая, по сути, является платформой для управления ML-разработкой. Что такое MLflow? MLflow — это такая платформа, фреймворк, которая позволяет логировать эксперименты, их параметры, позволяет организовать в единую сущность код, среду и данные, то есть в сущность проект. Под средой я здесь понимаю, например, Docker-контейнер, какую-то вычислительную среду с фиксированными библиотеками, их версиями и тому подобное. И кроме того, MLflow позволяет выделять ML-модели. То есть MLflow говорит такое, вы в результате процесса обучения получаете некий артефакт. Этот артефакт называется модель. Вот, эту модель можно версионировать, делиться ей, там, деплоить в прот и все что угодно. Таким образом, у MLflow две основные возможности. Первая — это воспроизводимость экспериментов, как я уже сказал, объединение системы контроля версий для кода, Docker-конты для среды, логирование запусков. И кроме того, мы в каком-то смысле получаем воспроизводимость применения этих моделей, потому что мы получаем артефакт-модель, она сериализуется, сохраняется, мы можем ее версионировать и вот в этом же виде перетаскивать в эксплуатацию. Какие же есть у MLflow хорошие качества и о каких нюансах нельзя забывать? Ну, во-первых, да, MLflow представляет понятные артефакты обучения, среда, модель, pipeline. Это все, я думаю, что встречается почти в любом data science проекте. Мы получаем воспроизводимые эксперименты, запускаем фиксированный код с нужными параметрами на фиксированной среде, с фиксированными версиями библиотек. В общем-то, получаем вычислительную воспроизводимость. Однако здесь нужно быть очень осторожными с моделью, потому что сохраненная модель не всегда гарантирует воспроизводимость, потому что сама по себе модель обычно это просто сохраненные веса. Но кроме того, на качество применения нашего ML-решения влияет зачастую очень сильно способ предобработки данных для этой модели. То есть мы можем выделять какие-то важные фичи, делать фильтрацию по данным и так далее, и так далее. Если мы вот эти шаги также не перенесем от прототипа в production, сама по себе модель может работать гораздо хуже, чем мы от нее ждем. Ну и кроме того, еще один небольшой подводный камень, что ML-флоу требует специальной интеграции, и вот нужно быть готовыми к тому, чтобы сущности могут пролезть в бизнес-логику, и ML-флоу так распространится по всему коду. Хорошо, рассмотрели вычислительную воспроизводимость. Давайте теперь посмотрим на эмпирическую воспроизводимость. Здесь есть еще одна замечательная тула, которая называется DVC, Data Version Control. Она достаточно простая, то есть, как это работает? Данные сохраняются в какое-то хранилище, обычно бинарное, блобовое, например, в S3. А метаданные, которые ссылаются, собственно, на данные в хранилище, они просто версионируются через Git. Кроме того, поддерживается версионирование экспериментов и моделей наподобие ML-флоу. Какие здесь есть тоже нюансы? Ну, во-первых, понятно, что DVC отлично подходит, если ваши данные хранятся в виде файлов на файловой системе, они находятся в вашем периметре, то есть вы полностью их контролируете, отвечаете за жизненный цикл этих данных, и эти данные полностью помещаются на машину, на которой вы работаете. Еще есть приятное, что DVC — это такая адаптация понятного и популярного инструмента среди программистов именно ГИТА для Data Science, что так вот как-то немножко дружат эти направления, что тоже хорошо. Однако у DVC есть тоже понятные ограничения, среди которых, например, то, что он не рассчитан на работу с промежуточными данными. Давайте я поясню, что я имею в виду. Вот вернемся к нашему примеру. Здесь мы взяли и сделали запрос к базе данных и получили какие-то данные, которые у нас сейчас хранятся только в памяти. И по ним мы построили модель. Давайте поймем, воспроизводим ли это. Вообще кажется, что нет, потому что у нас, во-первых, данные могли поменяться в базе данных. И если, допустим, мы на следующий день сделаем такой же запрос, то мы можем получить совершенно другой результат. Во-вторых, данные, которые мы сейчас загружили в память, мы их никак отдельно не выгрузили. То есть после того, как наш интерпретатор Python умрет, мы эти данные потеряем. Таким образом, вот в этом примере у нас на самом деле нет воспроизводимости эмпирической. Таким образом, понятно, что DVC версионирует файлы, и нужно всегда думать про материализацию промежуточных шагов. Что если идет какое-то считывание от источников, которые не версионируются или меняются, то нужно всегда думать про материализацию этих данных на файловой системе. Кроме того, в DVC могут быть проблемы, если данные не влезают на машину, потому что там сейчас не поддерживаются потоковые источники. Хорошо. Теперь статистическая воспроизводимость такая совсем как будто сложная. Вот. Чтобы нам добиться статистической воспроизводимости, нам нужна вычислительная воспроизводимость, эмпирическая воспроизводимость. Кроме того, нам нужно задуматься о том, а детерминированный ли наш код, там зафиксированы ли у нас рандом седы, от которых у нас тоже зачастую результат может зависеть. И нам нужно убедиться либо в том, что наш код детерминирован, либо в том, что у нас сохраняются все промежуточные шаги, то есть вплоть до результатов генерации случайных чисел. Кроме того, нужно обеспечение воспроизводимости на уровне источников данных. Что здесь имеется в виду? Ну вот, например, мы сделали модель, и эта модель классифицирует тексты на естественном языке. Понятно, что если нам от источника данных уже в продакшене начнут приходить тексты, где частота слов распределения по цифру, значит, что-то пошло не так, и, ну, вообще говоря, модель может давать какие-то очень непредсказуемые результаты. Хорошо, давайте теперь поговорим про выводы и про то, что вообще с этим можно делать. Итак, решили ли проблему воспроизводимости? Ну, как бы да, но есть много но. Что здесь можно сказать? Что, ну, во-первых, не стоит полагаться только на модель. Вот, сохраненные веса не всегда гарантируют повторяемость результата. Если просто взять, перенести модель из одного контура в другой, это еще не гарантирует то, что вы получите такой же результат. Если шаги при процессинге данных сложные, то стоит версионировать обработанные данные отдельно от сырых. То есть стоит задуматься о материализации промежуточных шагов. И, кроме того, стоит подумать про то, какими свойствами обладают источники данных и вообще какие они дают гарантии. На что еще из интересного можно посмотреть? Ну, вот есть замечательные штуки, которые сейчас развиваются в фича-сторы, которые, по сути, оперируют фичами для обучения и которые пытаются на них какие-то статистические гарантии давать. Кроме того, можно посмотреть на биологов, у которых есть очень интересные форматы хранения. Например, HDF5, формат хранения, который позволяет поддерживать иерархическую структуру в рамках одного файла и в рамках этого же файла сохранять промежуточные результаты. В общем, очень интересно. Теперь в конце пару слов скажу про наш сервис, как же мы пытаемся в нем обеспечить воспроизводимость. Есть сервис Яндекс.Датсфера, в котором я отвечаю за разработку. Соответственно, как он работает? Это сервис для полного цикла ML-разработки и эксплуатации. Например, к нам приходит запрос на исполнение кода на обучение. Он проходит через специальный агент-координатор. Мы сохраняем все артефакты этого кода, сам код. Дальше отправляем его на исполнение, которое происходит в понятной среде. Логируется версия библиотек. Это все облечено в докер-контейнеры и так далее. Важно, что когда мы получаем некоторую модель, то она сохранена вместе с контекстом. И когда мы переходим к обучению, то запросы на обучение проходят ровно через то же железо, через те же данные и даже через те же переменные, потому что у нас сохраняется еще и состояние интерпретатора. И таким образом мы объединяем контур разработки экспериментов в эксплуатации в один, которые… эти контуры с одной стороны разделены, ну, чтобы нельзя было там сломать продакшн из экспериментов, с другой стороны они очень плотно сшиты, потому что они работают на одном железе, на одних библиотеках, на одной среде, на одном коде, на одних данных и даже на одних переменных. Таким образом, вот к тем фичам, которые сейчас позволяют сделать, там, скажем, мы в слову UDC, а именно вершинирование кода, вершинирование среды и вершинирование данных, мы пытаемся добавить еще вершинирование переменных и вершинирование промежуточных данных на диске, чтобы таким образом полностью замкнуть всю среду мэри-разработки и обеспечить полную воспроизводимость. На этом у меня все. Спасибо. Приходите в наш Telegram-чат. Будет очень здорово что-нибудь пообсуждать. Спасибо. Артем, спасибо. Значит, у меня есть вопрос про воспроизводимость. Правильно понимаю, что когда вы дойдете до вот этой вашей глобальной цели сделать больше, чем сейчас обеспечивают опенсорсные инструменты, то вопрос воспроизводимости будет закрыт на 100%. Или что-то еще останется? Ну, смотрите, как я уже говорил, ну, во-первых, частично мы уже сделали, то есть мы сейчас… Примежуточные данные по состоянию они уже революционируются и сохраняются. Полностью закрыть… Чтобы полностью закрыть, нужно развивать вот эти фича-сторы и идти к тому, чтобы мы могли отслеживать еще статистические параметры данных, над которыми мы работаем. По сути, сейчас это нормально никто не делает, и из опенсорс инструментов тоже. Поэтому вот в это место хочется активно смотреть. Ну, это нужно? То есть это не в погоне за просто целью сделать 100% на воспроизводимость? Да, конечно. Да-да-да. Ну, представьте, что… То есть это даже не только про воспроизводимость, а еще и про надежность продакшена, потому что, ну, вот вы берете какую-то модель, которую там обучили где-то, дальше переносите ее в продакшен, и вот она в какой-то момент начинает давать непонятные результаты. Как бы надо разобраться, что произошло. А, соответственно, это еще и касается надежности того, что… Ну, надежности эксплуатации. Понял. Хорошо. Ладно. Тогда, Артем, большое вам спасибо за интересный доклад. Я после него пойду, посмотрю, что такое дата-сфера, вот, и посмотрю, как там это все решено. Теперь давайте… Да, один момент. Послушаем следующего докладчика теперь. Это представитель Mail.ru Group, Максим Карпенко, расскажет нам про инфраструктуру, которая не в целом инфраструктура, а именно инфраструктура вокруг дескриптивной аналитики, которой, собственно, руководит Максим. Да, коллеги. На самом деле не совсем так. Дело в том, что дескриптивная аналитика, который вот мой отдел, оно немножко про другое, вот, а тут речь идет про предиктивное решение, вот, в котором я просто активно принимал участие и занимался его разработкой. Собственно, на самом деле мы пошли немножко своеобразным способом, потому что не стали применять ничего готового и построили свой вариант работы, как сказать, предиктивного модели, вот, и в целом сейчас расскажу про то, как все это выглядит. Тут на слайде представлена общая схема работы нашего предиктивного компонента, вот, он из себя представляет сервер, который, по сути, состоит из Nginx, нескольких приложений, USGI и баз фич. Вот, отдельно хранится мэчинг и графсвязи. Возьмем, как в качестве примера, вот, запрос, как обрабатывается запрос от, допустим, наших партнеров по играм. Предположим, что... Максим, прошу прощения, а презентация у вас выведена? Да, не включилась. Сейчас, секундочку, извиняюсь. Извините, спасибо. Извиняюсь за... Так. Вот так выглядит эта система. Ну, в общем смысле, она достаточно проста. Вот, есть сервер с Nginx, USGI приложеньками и, соответственно, базой фич, которая хранится все на одном сервере, и этому есть определенные принципы, по которым мы пришли к этому. Вот, есть отдельные тарантулы наши для мэчинга и тарантул для графсвязей. Вот, рассмотрим пример работы данной системы. Допустим, если у нас... Мы являемся владельцем, ну, допустим, там, Warface или еще чего-то. Вот, и нам интересно знать про нашего, как бы, пользователя, данные о том, насколько он близок к оттоку. Ну, или какие-нибудь другие предиктивные параметры. Вот, соответственно, потребитель отправляет нам запрос, и запрос может содержать несколько вариантов входных данных. То есть, тут может быть и телефон, и куки, и e-mail, и группы, и IP-шники, и там подобные варианты входных данных, которые мы отправляем на мэчинг и получаем одновременно несколько... Мы получаем сразу несколько этих срезов пользователей. То есть, у нас под одним пользователем может скрываться группа людей или же один человек, который зарегистрирован в нескольких аккаунтах и так далее. Соответственно, тут имеет место отдельный процесс мэчинга и вот этот процесс предобработки через графсвязи. В дальнейшем, когда мы уже определились с тем, кто же на самом деле нас интересует, мы лезем в базу фичей, откуда, где хранятся все фичи по этим пользователям прямо в сыром виде. Эта база занимает порядка 2,6 терабайт, вот, она достаточно огромная по сути, но в принципе она справляется со своими задачами и в ней есть еще такое глобальное удобство в том плане, что она содержит в себе сырые данные, то есть у нас на продакшене применяются разные форматы моделей, каждый несет с собой свой векторизатор и предиктор, и, соответственно, в этом есть определенная гибкость. вот, соответственно, к фичам пользователя применяется векторизатор, в дальнейшем предиктор, и результат в виде какой-то оценки отправляется в ответ на запрос. Все это делается за меньше, чем за секунду, то есть сервис у нас поточный. Вот, и, соответственно, со стороны наших потребителей к нашему сервису вызывает, есть несколько требований, в том числе, как бы, как к отказоустойчивости и скорости его работы. Отказоустойчивость мы решаем, как и все, то есть создаем дубликат, который находится в соседнем дата-центре, вот, аналогичные есть реплики у баз данных графсвязи и мэтчинга, ну, а изначально Nginx, соответственно, раскидывает запросы по нашим серверам. В обычном режиме у нас сервера работают, ну, запросы распределяются на оба сервера сразу, то есть у нас идет, как бы, распределение пополам. Вот. Так, по поводу, сейчас я расскажу по поводу фичей, как они обновляются, как живут они на стороне сервера, потому что перетаскивать 2,6 терабайта каждый день это достаточно проблемно. Вот. Данные по пользователям и прочей группировке из сырого вида группируется в более читаемый формат и разбивается в определенном, на определенные файлики, которые потом копируются скриптом, который хранится прямо на сервере и он самостоятельно забирает через определенный там HDFS-прокси с нашего Hadoop. Вот. То есть Hadoop просчитал раз в сутки эти данные и они как бы сервером сами забираются. там настроено как сказать ограничение по скорости соответственно никакой нагрузки на сети критичной нет, все контролируется вот и соответственно это никак не нагружает ни Nginx, ни USGuy и сами диски, которые у нас на сервере, они тоже особо от этого не нагружаются. вот про структуру как у нас хранятся фичи. Вот, фичи мы решили хранить в виде просто древовидной HDFS просто древовидной файловой системы, у которой есть три уровня вложности, то есть три директории, вот, и внутри лежат файлы просто отсортированные по ключу, они сжатые и просто банальные текстовые файлы. Как я уже договорил ранее, они хранятся в максимально простом виде, что позволяет нам их удобно интерпретировать и соответственно отлаживать некоторые процессы и соответственно файлов у нас получается порядка одного миллиона, вот, 65 тысяч директорий и средний размер файла это 2,5 мегабайт. Вот, внутри файла все отсортировано по ключу, соответственно мы достаточно быстро бинарным поиском находим нужный нам ключ и вытаскиваем его. Вот, объем хранилища, как я ранее говорил, занимает 2,6 терабайта, вот, это достаточно большая цифра, как бы, по сути, которую мы пересчитываем каждый, ну, то есть она еще запакована в формате 2,6, вот, мы ее пересчитываем каждый день, вот, пересчет занимает где-то порядка на ходу где-то 4-х часов, а процесс обновления, то есть копирование этой файловой системы на сервера занимает порядка 8 часов. Это с учетом ограничения по скорости канала и количество вот этих аплоудеров, которые выгружают этот массив данных. Вот, а по итогу нам получилось сделать, как мне кажется, достаточно эффективное решение. суть в том, что оно базируется на достаточно таком несложном железе, ну, конечно, сложно сказать, что E5-V3 это несложное железо, но в целом, как сказать, тут очень большой потенциал для роста, то есть у нас, как сказать, есть большой задел на будущее, в том плане, что мы можем обрабатывать большое количество моделей, вот, которое ограничивается только количеством оперативной памяти, потому что UseGuy подгружает модели и, соответственно, держит ее в памяти в процессе как бы запуска. Вот, дисковый массив у нас на SSD-дисках это тоже избыточно, потому что по факту банальных обычных дисков не SSD в виде RAID 1.0 более чем достаточно для данного подхода. RPS 250 и Quantile 95 это 350 миллисекунд это рабочие значения, то есть то в среднем, как бы, как у нас сейчас работает этот сервер. Нагрузочное тестирование мы проходили, но как бы положить его там нам на самом деле так и не удалось, потому что просто уперлось все в количество оперативной памяти, что как бы недостаточно было поднять количество изгаев, чтобы очередь к ним не успевала обработать все входящие запросы. Вот. В целом данное решение имеет следующие плюсы, то есть для чего оно сделано. Оно как бы во-первых имеет само по себе закрытый контур, то есть по факту выкладка моделей у нас идет с помощью админов, админы как бы меняют конфиг и, соответственно, есть определенная версионность и, соответственно, мы знаем, то есть это подразумевает определенную стабильность. Второй момент, что как бы к этому контуру никто из людей может не прикасаться. По сути, все данные копируются автоматом и, как сказать, данные себе живут в закрытом контуре, что тоже имеет определенные плюсы. Потом то, что у нас данные хранятся в сыром виде, имеет положительный момент, что у нас свобода в выборе моделей. Мы можем брать достаточно разнообразные форматы моделей, то есть любую модель подключить и, соответственно, она будет обрабатывать наши фичи в нужном потоке. Вот. Ну и, соответственно, еще имеется момент с экономией ресурсов в том плане, что да, конечно, можно все вот эти модели, которые нужны, регулярно рассчитывать раз в сутки на том же ходупе, но моделей несколько десятков штук, и получается, нам надо будет ко всему массиву, ко всем миллионам пользователей применять 20 или там 30 моделей, и, соответственно, ресурсов на регулярно вот этот обсчет уходит очень много, при том, что из этих пользователей нужны только несколько, там буквально десятки тысяч пользователей нужны данные, вот, и тем самым получается некоторая экономия ресурсов. Вот, в целом у меня все, будут вопросы. Максим, у меня вопрос, а вот то, что вы описали, это уже вершина инженерной мысли, или у вас есть идея, что там еще улучшить, доработать? Нет, это вообще, говоря, не настолько, чтобы уж прям вершина мысли, тут особенность именно в том, что это максимально простое и рабочее решение, оно максимально универсальное и, как сказать, имеет ряд преимуществ. Вот, пока мы не нашли, то есть, пока мы не уперлись в какие-то моменты, чтобы нам, то есть, пока мы не уперлись в то, что нам этой модели не хватает, она весьма универсальная, мы решаем ей практически все свои задачи, вот, и, честно сказать, нам хватает для данных конкретных задач, ну, то есть, когда нужно там несколько десятков тысяч пользователей в день построить по ним какой-то предикт. Понял, спасибо. Так, от аудитории у нас пока вопросов нету, давайте тогда перейдем к следующему докладу. Позвольте представить Евгения Лопаткина, сотрудник Теле2, дата-инженер, расскажет нам про CICD для потокового ML. Максим, большое спасибо вам. Добрый день, меня слышно, видно? Да, слышно, видно. Во-первых, всем еще раз здравствуйте, особенно приятно видеть здесь знакомых людей. В прошлый раз я рассказывал о достаточно простой системе автоматизации моделей, соответственно, в этой презентации я выкинул абсолютно все, что ее касалось, чтобы не повторяться, вот, но нужно учитывать, что материал базируется полностью, потому что это расширение той самой системы. Соответственно, немножко о задаче. Дело в том, что иконки там вас не закрывают, текст? Справа. зумовские? Нет. Отлично. Итак, дело в том, что мы двигаемся в сторону построения кап-архитектуры, потому что данные имеют свойство устаревать, данные в принципе устаревают, некоторые данные имеют свойство устаревать в течение часа, в течение времени. Я посмотрел, белое пятно, видно, там, где иконки зумовские. Оно не загараживает, но выглядит необычно. Как бы его перенести? Да, так лучше? Спасибо. Вот, соответственно, данные могут устаревать, могут устаревать в частности достаточно очень быстро. Поэтому наши компании примем решение двигаться в сторону обработки потоковых событий и стараться реагировать на появление данных в момент собственно образования этих данных. Почему? Потому что соответственно возраст данных сильно зависит на монетизацию этих самых данных и возможность извлечь из этих данных какую-то прибыль. Соответственно, это не только наше намерение, не только наш тренд, это тренд многих компаний по миру. Поэтому собственно КАП-архитектура и появилась для того, чтобы иметь возможность извлекать прибыль из данных с коротким временем жизни. Простые примеры, когда данные имеют сильную актуальность в момент появления и как они могут быстро устаревать. Абсолютно частый кейс это когда клиент приходит в магазин водовой техники и хочет оформить себе приобретение какого-то устройства. Многие оформляют кредиты, многие оформляют рассрочки, чтобы не влатить полностью всю сумму денег, например, за какое-то дорогое устройство. и это пример, когда цена данных очень высока, цена, например, данных о том, что пользователь хочет или желает оформить этот самый кредит или рассрочку. Почему? Потому что вы пришли в магазин, вам хочется побыстрее оформить покупку банку. Важно понимать, что есть потенциальный клиент для его денег и дать этому клиенту хорошее предложение и в том числе при этом дать это предложение не какому-нибудь фродеру, платежеспособному клиенту, который грубо говоря эти деньги вернет. В то же самое время клиенту важно получить более выгодное предложение от банка с меньшими процентами, не знаю, более выгодными условиями. Второй пример, например, из моей сферы, из телекома, когда у вас неожиданно кончаются деньги на телефоне, в это время вам катастрофически нужен интернет. Например, я выбрал самый такой гротесный пример, когда у вас рожает жена, у вас заканчиваются деньги, вы не можете вызвать ни скорую, ни куда-то позвонить, там, я не знаю, ничего сделать, это во-первых, очень сильно влияет на лояльность клиента, потому что после таких случаев есть большая вероятность оттока, ну и, соответственно, оператор потеряет клиента в масштабах всей сети, отток это на самом деле большая проблема, поэтому нам важно понимать, когда пользователю мы можем что-то предложить, например, дать доведительный платеж в такой экстремальной ситуации, он бы смог бы сделать все свои дела и, соответственно, это сильно увеличивает лояльность нашей клиентской базы. Таких примеров в каждом бизнесе есть масса, когда бизнес должен реагировать на появление данных молниеносно, ну, в очень ограниченный интервал времени. Соответственно, у нас есть кейс это развитие потоковых приложений для разных задач, в том числе и той, которую я писал. Итак, в прошлый раз я рассказывал про систему автоматизации, которую мы разработали. Среди ее плюсов это низкие затраты на разработку, она на удивление очень простая, времени на то, чтобы ее сделать, нам потребовалось сравнительно немного. Система решает абсолютно все задачи под доставки кода, которые нам нужны, или появляются, или даже могут появиться. Что нам также удобно, это единая точка управления продуктами. У нас есть один UI, в котором мы видим состояние абсолютно всего, что мы делаем. это единый пункт отказа устойчивости, если что-то у нас падает, мы перезапускаем, там же система нотификаций, там же визуализация состояния, хотя бы примитивная, но есть. Напомню, у нас в качестве шедлера используется Airflow со всеми его бонусами, соответственно, какая задача встала. Мы хотели бы при разработке потоковых приложений иметь все вот эти бонусы, которые нам система гарантирует, плюс мы хотели нативную интеграцию с потоками и, соответственно, минимум доработок. То есть мы хотели бы сделать так, чтобы автоматизация выглядела точно так же удобно, но при этом, естественно, сэкономить по трудозатратам. Немного напомню, система автоматизации, которую мы делали, доставляет код напрямую из репозитория сразу в систему исполнения. Доставка осуществляет, может осуществляться совершенно разными способами, с разной компоновкой, с разными версиями бранчей, тегов и так далее. Все это описывается конфигурацией, и вот эта конфигурация, которая описана, по ней генерируется, соответственно, DAC для Airflow, и этот DAC в рантайме тащит на запуск конкретно то состояние продукта, которое вы описали в конфигурации. Итак, концепт. То есть, до начала нужно было понять, как решить ряд задач, собственно, которые бы нам позволили достаточно просто встроить потоковое приложение в нашу систему. Еще напомню, вернее, не напомню, а скажу, что для потоковой обработки данных у нас используется Apache Spark, соответственно, задача была такая, чтобы потоковое приложение выглядело точно так же, как и бачевое приложение. Экстра фичи, которые очень хотелось получить, это сборка скаловых проектов на лету из репозитория по тегу или бранчу. Ну, в принципе, у нас тег или бранч так или иначе до этого клонировались в момент выполнения, но мы хотели дополнительно сделать сборку проекта, в то же время мы не хотели пересобирать все контейнеры, которые у нас существовали, для того, чтобы была поддержка скала SBT. соответственно, еще одна маленькая ремарка, система наша едет на ограниченном наборе базовых докер-образов, эти базовые докер-образы содержат в себе базовые инвайрменты, например, один контейнер у нас с Python Condo, один контейнер у нас со Spark, который позволяет из него субмитить, ну и так далее, у нас очень ограниченный набор базовых контейнеров, который, в принципе, заточен под какие-то конкретные кейсы, соответственно, в момент запуска все это едет на Kubernetes, у нас запускается базовый образ, у него копируется версия репозитория с нужным тегом или бранчем, выполняется, вот, соответственно, мы хотели прекратить сборку артефактов, чтобы не хранить их и чтобы можно было достаточно быстро тестировать код, то есть получается, что сразу после того, как пользователь делает commit, вот в эту же секунду имеется возможность запустить все это дело в среде выполнения на проде. Далее, дело в том, что по дефолту стриминговое приложение с парка блокирует консоль, вот, соответственно, до момента остановки стриминг-контекста. Вот, одна простая опция ее решает, это wait application completion false, соответственно, после этого приложение, стриминговое ведет абсолютно так же себя, как и бачевое, консоль освобождается, джаба улетает на кластер. Вот, после того, как консоль освободилась, остается единственный вопрос, как контролировать джабу. Соответственно, джабу можно контролировать через, через, также через консоль, через SSH с помощью команды, которая указана ниже, она достаточно такая витиватая, тем не менее, она позволяет чекать, запущена ли джаба в данный момент. Спросите, зачем такая сложность, ведь можно просто смотреть на логии приложения, но дело в том, что пункт первый, приложение у нас обмитится в кубер, соответственно, кубернесс поднимает плод, в котором крутится какой-то набор образов. Эти образы едят ресурсы. В некоторых случаях едят много ресурсов. Соответственно, задача была в том, чтобы после того, как произошел Spark с обмит для обработки данных полностью освободить эти ресурсы. Соответственно, как только консоль освобождается с джаба, улетела на кластер по обработке данных, вторая команда использует стандартный SSH-оператор Airflow и ресурсы Airflow. Его Walker, в том числе можно использовать CeleryQ, минимально отъедает ресурсов, все остальные ресурсы тут же освобождаются. Соответственно, есть еще один нюанс в DAG Airflow. Дело в том, что если таска фейлится, то предыдущие таски Airflow помечают как успешно выполненный, в том числе и Spark с Admit будет помечен как успешно выполненный. но у нас есть необходимость в случае, если джеба упала по разным причинам, на самом деле, иногда может просто кластер штормить и так далее, нам не нужно лазить и разбираться, почему там что-то упало, нам нужно несколько раз перезапустить приложение, может быть, были работы или что-то и, соответственно, приложение запустится, продолжит дальше работать. вот, соответственно, в Airflow нет стандартного способа перезапустить DAG сначала, там есть, скажем так, трюки, которые сами ребята из Airflow используют в своих утилитах, в частности, по очистке DAG, по очистке предыдущих шагов. собственно, эти трюки мы полностью у них истощили, чтобы не изобретать велосипед. Далее, что же нам нужно теперь доделать в нашей системе? Система у нас делится на две части, первая часть это генерация DAG, вторая часть это выполнение его по расписанию, но в частности для стриминга такого расписания не будет. Система должна будет просто перезапуститься и потом перезапускаться вручную, если она не запускается после исправления ошибок. Таким образом, для того, чтобы нам систему доработать для поддержки подроковых данных, нам достаточно в предыдущую систему внести генерацию SSH-оператора с заполненными параметрами, соответственно, и сделать обнуление DAG по всем его шагам, чтобы иметь возможность сделать заново Spark Submit. Для того, чтобы сделать поддержку сборки на лету, нам, соответственно, потребуется также доработка конфигурации с описаниями дополнительных контейнеров, которые мы хотим подключить к нашему поду, чтобы не пересобирать базовый образ. Итак, собственно, что сейчас из себя представляет YAML конфигурация? Конфигурацию мы храним в YAML. Соответственно, дефолтный параметр, который заполняется в любом DAG, имя владелец, список нотифицируемых, shadow интервал мы ставим нам, потому что соответственно, нам нужно, чтобы жаба крутилась постоянно после старта. Количество перезапусков, которые мы хотим определить для обычного дефолтного перезапуска и интервал задержки между ними, полезно, особенно, когда кластер находится, например, в состоянии поддержки, доработки или еще чего-то, и вы знаете, что, например, в течение каких-то продолжительных этапов времени он может не работать, можно интервал задержки увеличивать, и джобы перезапустятся. Параметр, которого не было, но мы добавили, это restart up stream task, это для того, чтобы можно было делать заново spark submit. Ну, maxactive runs дефолтный параметр Airflow, который говорит, что нельзя запускать больше одного DAG единовременно. Соответственно, далее, типичная джоба потоковой обработки, таким образом будет типичный DAG такой джобы будет выглядеть из двух шагов, собственно, первый это submit самой джобы, второй это чек ее состояния, соответственно, максимально упрощенная конфигурация, которая позволяет описать собственно имя шага, базовый образ это один из базовых образов нашей коллекции, которую мы разработали, секреты для доступа в Hadoop, логин, ktab, скрипт запуска, который по сути в себе содержит все параметры Spark Submit для конкретного продукта, и мы добавили возможность подключения дополнительных инит-контейнеров для подок Kubernetes, в частности, мы используем Mozilla и SBT для сборки наших артефактов на лету. Далее, также наша конфигурация позволяет поддерживать внешний сенсор на другие даги, ожидая выполнения других приложений, и, собственно, пример SSH-оператора, который осуществляет health-check джаби. Чуть более сложный, но тем не менее. На самом деле все эти три строчки делают лишь одно. Первое, дожидаются запуска джаби, второе, ожидают того, когда она упадет, и после этого команда выбрасывает ошибки. все, мы имеем конфигурацию нашего приложения, собственно, которое позволяет запускать нам потоковые решения. Далее, немножко вглубь, наша система базируется на темплейтах по генерации DAG в G2 темплейты, соответственно, какие были внесены изменения, это рестарт обстримовых таск через callback. Решение на самом деле абсолютно дефолтное, точно так же делают рестарт ребята из шлоу в своей утилите по очистке шагов DAG. Так, прям совсем вглубь кода лезть не буду, в конце презентации есть ссылка на статью, в которой примеры не порезанные, а достаточно полные, можно посмотреть, разобраться или какие-то вопросы задать, почему сделали то или иное. Идем дальше. Соответственно, первый кусочек кода позволял нам сбрасывать обстримовые таски, далее абсолютно простой макрос G2, который позволяет нам генерировать SSH-оператор в дополнение к предыдущим темплейтам, которые я уже описывал в прошлый раз. Соответственно, следующий момент это выполнение DAG. Дело в том, что у нас темплейты участвуют в двух местах. Первый это генерация самого DAG для Airflow, второй момент это выполнение DAG. Соответственно, что у нас происходит при запуске DAG? У нас соответственно, генерируется структура пода, который будет запускать садмит нашего потокового приложения. этот пот клонирует к себе репозиторий, после этого запускается сборка проекта и соответствующих артефактов, после этого происходит собственно Spark садмит этих артефактов в кластер. После этого пот схлопывается полностью и вторая Task Airflow, которая представляет для себя обычный SSH-оператор осуществляет контроль процесса выполнения джабы. Ресурсы свободны. В случае, если приложение наше дает сбой, соответственно, бросается код ошибки стандартный и нужное количество раз Airflow будет перепутаться перезапустить, пересабмитить соответственно нашу джабу. Ну, и как я уже ранее заметил, через параметры, дефолтные параметры ушло, можно контролировать количество таких перезапусков до того момента, как в дело вступит сам разработчик, чтобы разобраться, что же там такое произошло. Евгений, тут у нас время подходит. Да-да-да, я тоже уже заканчиваю. Соответственно, мы добавили в шаблон генерации заполнения дополнительных контейнеров, init-контейнеров и обычных контейнеров. И, собственно, пример, который не нужно читать, эта сущность полностью сгенерирована просто для понимания объемов. Собственно, это команда, которая создает под в кубе, в кубернейтс, который, собственно, всю эту логику и осуществляет. Соответственно, ссылка на статью с более полным описанием, соответственно, примерами более развернуто описано, что там внутри происходит. Что нам эта система дает? Она нам дает, помимо стандартной возможности Spark опубликовать приложение в виде, например, UDF-функции или Spark в виде трансформаторов, эстиматоров пейплайна. Spark нам дает возможность разобрать модель, отделить ее от обработки данных и сделать потоковую обработку данных отдельно от самой модели. Модель задеплоить как простенький микросервис, который будет отдавать Оскары. Соответственно, отделение обработки данных от самой модели позволяет независимо передеплоивать как обработку, так и саму модель, менять версию модели прозрачно, не складывая стриминг-контекст и прочие бенефиты разделенной системы, которые отсюда вытекают. У меня все, спасибо большое. Большое спасибо, Евгений. Теперь у нас следующий доклад от Андрея Бедина. Андрей представляет ВТБ, управление перспективных алгоритмов и расскажет нам про применение подхода MPP в AutoML задачах. Насколько я понимаю, это доклад второй в серии уже, поэтому это сиквел доклада, который уже есть в открытом доступе на Ютьюбе. Давайте послушаем Андрея. Добрый день, друзья. Станислав, спасибо большое за представление. И да, сегодня я хотел бы вам рассказать о том новом подходе к мониторингу моделей, который называется MPP, Model Performance Predictor. Это, да, уже второй доклад, но я постараюсь прояснить некий моменты, которые может быть будут непонятны. Насчет большого обзора текущей ситуации, в настоящее время в мире постоянно растет спрос на модели прогнозирования и оценки чего-либо вообще. Уже мало какой бизнес может существовать и развиваться без подробного всестороннего анализа рынка или хотя бы только своей клиентской базы. этот рост в свою очередь ведет к бурному развитию на рынке предложений ML-моделей и алгоритмов. И уже сейчас в этой области очень трудно, если не невозможно, конкурировать только за счет улучшения качества и предъективной силы самих моделей. потому специфика индустрии такова, что большинство state-of-the-art алгоритмов доступны в виде open-source библиотек практически сразу после разработки или публикации соответствующих статей. Во многом такая открытость и способствует бурному развитию отрасли, но компании, которые ориентированы на бизнес применения, построения моделей, причем в самых разных областях данных очень сложно конкурировать с целыми научными институтами, которые изо дня в день совершенствуют один и тот же алгоритм. Но на самом деле областей для конкуренции, для улучшения доказателей их множество. В первую очередь, естественно, это данные. Чем обширнее ваш периметр данных, тем более всесторонний анализ вы сможете предоставить клиенту. Но не только данные важны, огромную роль играет операционная эффективность строения моделей. То есть чем быстрее вы сможете предоставить модель клиенту, тем лучше в общем-то для всех. Естественно, модели должны быть точные и корректные, но также они должны быть актуальны в каждый момент времени. То есть вы должны быстро реагировать на изменения данных, на поступление новых данных. Ну и плюс модели в общем и целом должны быть стабильны и консистентны во времени, чтобы малое изменение в данных не приводило к большим изменениям в предсказаниях модели. все эти пункты и, скажем так, рождают запрос на использование AutoML алгоритмов. Давайте я, чтобы было понятнее, подробнее расскажу, что такое AutoML. AutoML или автоматическое машинное обучение – это процесс сквозного применения методов и алгоритмов машинного обучения к задачам реального мира. То есть HTML – это применение к данным полного пайплайна разработки модели, подготовка данных, преобразование данных, сохранение сырых данных, конструирование признаков, отбор признаков, выбор модели, оптимизация и настройка модели, тюнинг гиперпараметров модели, выбор финальных метрик, метрик обучения и процедура валидации. И все это без участия человека. Такой подход естественно менее гибкий и более ограниченный в используемых инструментах, однако в конкретных задачах дает массу преимуществ. HTML – это быстрая разработка относительно простых решений, которые, однако, не уступают моделям, построенным вручную. И в этом как раз таки кроется главное преимущество той операционной эффективности, о которой я говорил. То есть это быстрая разработка качественных моделей. Но любой процесс применения и использования моделей, он подразумевает их постоянный мониторинг, контроль их корректности и актуальности. И если мы говорим об AutoML, то и мониторинг моделей, соответственно, должен быть автоматическим. Потому что иначе, если вам приходится постоянно, вручную отслеживать качество ваших моделей, то смысл слова автоматическое из-за расшифровки AutoML как автоматическое машинное боевучение, он просто теряется. То есть без автоматического мониторинга моделей AutoML становится попросту неполноценен. В мониторинге же моделей есть множество нюансов, почему это сложно. Кроме того, что приходится иметь дело с, допустим, неравномерной, кусочной, непостоянной, нерегулярной, нерегулярными обновлениями данных. И еще есть, допустим, проблема задержки реализации целевой переменной. То есть в кредитном скоринге, например, такая задержка может достигать года, а то и больше. А в случае, допустим, задачи размещения объектов какой-либо инфраструктуры, от момента получения прогноза до открытия объекта, например, магазина или банкомата, могут пройти месяцы, пока найдется помещение или кусочек здания. И потом еще столько же проходит на сбор статистики, чтобы наконец-то понять, мы вообще правильно модель построили, предсказания были точными или нет. в случае, если вы используете какой-то AutoML Pipeline, вам при мониторинге моделей нужно поддерживать заданной концепцией AutoML уровень операционной эффективности, иначе, опять же, весь смысл AutoML теряется полностью. в этом нам и помогает Model Automate Predicter или MPP. Это подход к построению второй вспомогательной мониторинговой модели для предсказания качества работы основной модели. Подход универсален, то есть, может быть, применен к любым моделям Supervised Learning. Он не требует сбора, обработки и хранения каких-либо дополнительных данных, как построение новых факторов. То есть, работает на той же выборке, ровно на той выборке, которую вы собрали для построения вашей основной модели. MPP фокусируется на конкретную модель и оценивает ее именно с точки зрения целевой переменной. То есть, это не какой-то там Distribution Shift или Outlier Detection алгоритм. Это именно контроль всего многомерного потока новых данных, которые к вам поступают, и именно с точки зрения целевой переменной. Ну, и помимо всех этих преимуществ, MPP-подход очень удобно, естественно, и органично ложится на AutoML Pipeline. так устроен Model Performance Predicter. Мы берем тестовую выборку, выборку, которая использовалась как тестовая при построении основной модели, и строим на ней MPP-модель. Архитектура может быть любой, но, как правило, было бы естественно, если бы она была сложнее, чем архитектура, ну, или хотя бы не проще, чем архитектура основной модели, потому что, согласитесь, было бы странно предсказывать качество работы бутинга логистической регрессии. Самое важное в MPP это целевая переменная. Целевой переменной Model Performance Predicter является какой-либо показатель перформанса основной модели. То есть, будь то Эклосик, Росинтерапия или любой другой МАЕ, МАПЕ, МСЕ, любая интересующая у вас метрика качества работы основной модели. Эту метрику нужно разложить до уровня одного наблюдения и данные значения, разложенные до уровня одного наблюдения, и будут целевой переменной, на которую вы строите вашу MPP-модель. Далее на этом слайде я привел некую принципиальную схему AutoML процесса. Схема довольно упрощенная, но основные все моменты она затрагивает. Даже из такой простой схемы видно, что мониторинговая MPP-модель, процесс ее построения в AutoML pipeline встраивается, как я уже говорил, естественно и органично. Просто после запуска алгоритма, AutoML алгоритма по построению целевой модели, вы делаете предикт получившейся модели на выборке для тестирования и используете получившееся значение как целевую переменную MPP. Далее модель, собственно говоря, сохраняется и используется сервисом мониторинга после установки, понятное дело, каких-то конкретных триггеров. Преимущество такой структуры в том, что мы видим метрики качества при любом обновлении данных. Даже если у нас обновилось что-то, даже если у нас обновилось что-нибудь, кроме целевой переменной. При любом обновлении данных мы можем на новых данных запустить MPP-модель и понять, какое будет качество нашей целевой модели. Кроме того, триггеры на переобучение целевой модели можно привязать именно к просадке качества, допустим, а не к сдвигу распределений. Ведь совсем не факт, что традиционные мониторинговые подходы, например, сдвиги распределений, совершенно не факт, что эти сдвиги хоть как-то влияют на основную модель. Но, опять же, если привести кейс размещения инфраструктуры, то пользователь, который ищет место для открытия магазина, он получит при использовании MPP-мониторинга стабильный и консистентный прогноз, который не будет каждый месяц скакать через полгорода, просто потому, что чуть-чуть поменялся поток данных. я постараюсь проиллюстрировать пару кейсов использования AutoML MPP в различных задачах. Для примера мы взяли два кейса кредитного скоринга и одну задачу Гео. Во всех случаях мы получили на валидационной выборке, то есть той выборке, которую не видела ни одна из моделей AutoML пайплайна, ни целевая, ни MPP. Так вот, на этой выборке, как видите, мы получили очень хорошие результаты, близкие к тому, какую ошибку показывала реальная модель. В ее задачах мы сталкиваемся со всеми проблемами классического мониторинга. Данные могут обновляться нерегулярно и кусочно, и целевую переменную мы можем получить, допустим, один раз, как какой-то срез статистики почему-либо в одном моменте. И при этом, как я и говорил, размещение объектов инфраструктуры это очень небыстрая работа, и важно, чтобы предсказания модели не скакали с каждым обновлением данных. И если при каждом обновлении данных целевые полигоны, которые мы предсказываем и рекомендуем пользователи будут уезжать через полгорода, то такая модель в общем не то, чтобы особо и нужна для конечному потребителю. И очень важно понимать, что это было за изменение в данных. Это могло быть какое-то инкрементальное, незначительное изменение, которое вообще не повлияло никак на качество работы основной модели или повлияло незначимо. А может быть, это открытие нового ЖК или новой станции метро, которая принципиально изменила географию и карту какого-то района или даже города. изменения как я говорил, очень важно понимать, насколько это изменение данных отразилось именно на модели. И в рамках классического мониторинга вы не сможете этого сделать, потому что вам нужно тогда выделить ресурс человеческий на валидацию, выверку, изменения и проверку данных, чтобы понимать, реально ли это какое-то существенное изменение или нет. Реально ли оно как-то влияет на вашу модель или нет. А в рамках МПП-мониторинга ваша мониторинговая вспомогательная вторая модель вам сразу и показывает, у вас изменилось качество основной модели, увеличилась ее ошибка или нет. И вы сразу можете понимать, надо ее перестраивать или нет. Далее на этих слайдах представлены результаты тестирования AutoML и ПП в задачах розничного кредитного скоринга. Синий график это реальная ошибка модели, а оранжевая ошибка предсказанная МПП. Это была довольно солидная по размеру выборка и здесь мы тестировали в качестве основной модели логистические регрессии. В качестве МПП моделей у нас служил бустинг, и можно видеть, что хватило буквально нескольких месяцев данных для обучения обеих моделей. Дальше во втором кейсе тоже кредитного скоринга мы имели чуть менее солидный по объему, но более широкий по составу факторов датасет. И пробовали опять же AutoML и ПП Плайн, но теперь обе модели были градиентами бустингами. Сама выборка была чуть меньше, просто сегмент был чуть меньше, но модели были чуть сложнее, поэтому нам потребовалось с точки зрения времени данных больше. следует отметить, что здесь на этих графиках данные агрегированы по времени шагом один месяц, так как ну как ни крути ошибку какого-то одного наблюдения предсказать практически невозможно. Но тем не менее мы видим, что в среднем тренды поведения основной модели МПП модель поймала, и мы можем опираться на ее предсказание именно в динамике. общие выводы, общие результаты применения AutoML и МПП подхода, они как бы очень положительные. Если краткой summary подводить, то использование AutoML выводит нас на буквально новый уровень операционной эффективности построения моделей, даже несмотря на то, что каждая AutoML Pipeline должен быть строго настроен и заточен на определенную задачу, как только вы это сделали, вы все равно получаете принципиально новый уровень операционной эффективности. МПП мониторинг моделей поможет вам этот уровень операционной эффективности поддерживать и не проседать в скорости реакции на изменения в данных и не потребует от вас фактически ничего. он не требует новых выборок для построения, не требует дополнительного сбора данных и как бы на AutoML Pipeline ложится очень органично, потому что в AutoML Pipeline всегда у вас есть шаг выбора, отбора признаков, но при этом вы собираете широкую витрину данных, так чтобы каждой операции алгоритма было из чего отбирать эти признаки. если вы на той же витрине запустите MPP модель, тем же возможно AutoML Pipeline, но другой целевой переменной вполне возможно, что он отберет вам другие признаки, которые вы бы не стали собирать в рамках просто применения одной модели. вполне возможно, что они именно для предсказания производительности основной модели подходят лучше. Как я уже говорил, MPP модель это именно мониторинг нацеленный на целевую переменную фокус берет и именно на конкретную модель, а не просто на распределение. Из интересных идей например, вы можете построить две MPP модели, одна из которых будет предсказывать вам в среднем вашу МСЕ ошибку, или лучше МАИ, наверное, чтобы вы понимали, насколько ваша модель работает хорошо в среднем, а другую немного хитро сконструированная Экерусе, то есть у вас будет один, если вы, если ваши предсказания основной модели попали в какую-то эпсилнокрестность целевой переменной, и ноль иначе, если вы построите МПП модель на такую метрику, то вы будете понимать долю сильных ошибок, сильных промахов в вашей основной модели. Ну вот, как-то так. Спасибо за внимание. Спасибо. Я хотел у вас уточнить, правильно понимаю, что на самом деле реализация вот этой вспомогательной МПП модели, она может быть на любом алгоритме, не обязательно на такого же типа алгоритме, что и основная модель. Да, конечно, вы можете использовать как бы все, что хотите, все, что пожелаете, единственное, ну, как бы по нашему опыту алгоритм должен быть все-таки более сильный, чем используется, ну, то есть не менее слабый, чем тот, что используется в основной модели. То есть предсказывать бустинг бустингом нормально, а какие-нибудь там отдельные дерева вряд ли что-нибудь сможет. Понял. Значит, вопрос есть еще от Юрия. Можно ли мониторить изменения характеристик массивов данных во времени с помощью такого подхода? Ну, конечно, вы можете агрегировать ваши данные по времени, можете агрегировать как бы почему угодно, но как бы главным образом это имеется в виду фокус на как бы перформанс вашей модели. Изменение характеристик массива данных, я думаю, тоже возможно, вам нужно просто построить модель как бы на эти характеристики и тогда вы сможете все это и отследить. Хорошо, спасибо. Так, у нас сейчас вопросов больше нету и это был последний доклад. Ну, что, резюмируя, на самом деле, по-моему, очень интересная секция получилась, потому что мы послушали и о том, как организовать правильную работу в коллективе, да, это и про разные типы специалистов, там, даже я там в своем небольшом масштабе из пары десятков дата-сайентистов замечаю, что вот озвученные роли очень важны, в том числе аналитики, послушали о том, как организована воспроизводимость в дата-сфере и послушали про задачи такие сугубо инженерные по потоку ML, по обеспечению масштабируемости задач аналитических, да, и вот на мой взгляд очень интересным докладом был у Андрея про MPP-подход, потому что это вообще универсальная штука, которая может быть полезна везде, где нужно отслеживать изменения в данных или регресс. Надеюсь, слушатели заинтересовались вот такой темой на стыке DevOps, организации работ и, собственно, Data Science. Я бы хотел всех поблагодарить и мы даже уложились в тайминг. Спасибо, коллеги. Стас, спасибо тебе за отличную модерацию, за отличные пассы и комментарии. Хорошо. До новых встреч. Благодарю вас. До новых встреч. До новых встреч.